Карачао-Черкесия возобновил свою работу ковид-госпиталь на базе Республиканской клинической больницы, который находился в резерве. Госпиталь рассчитан на 80 мест, и за время работы в летний период он показал хорошие результаты по лечению ковидных пациентов. Подробности в материале Руслана Джукаева. Госпиталь на базе Республиканской больницы без преувеличения можно назвать отним из многопрофильных. Сюда привозят пациентов с сильными осложнениями и сопутствующими заболеваниями, что значительно усложняет процесс лечения больных. Уже пять суток госпиталь принимает зараженных со всей республики. 22 числа госпиталь работает в полном объеме. Наш госпиталь рассчитан на 80 коек, в том числе реанимационные койки. Весь коечный фонд оснащен кислородными точками. Имеются в полном объеме аппараты искусственной вентиляции легких для инвазивной терапии и для неинвазивной терапии. И плюс для тех больных, которые не нуждаются в аппаратных методах протезирования дыхания, имеются кислородные точки каждой койки. Зачастую в тяжелом состоянии в госпиталь попадают люди с хронической сердечной и почечной недостаточностью, сосудистыми и другими заболеваниями, которые могут усугубить состояние больного. Наша больница имеет в своем составе региональный сосудистый центр, куда везут всех пациентов со всей республики с подозрением на острую сосудистую катастрофу. То есть это больные с инфарктами, с инсультами. И достаточно часто случается так, что у больного параллельно с какой-то сосудистой патологией, острой, выявляется ковидная инфекция. Поскольку всем пациентам, которые обращаются к аппаратной помощи, у нас в больнице выполняется компьютерная томография грудной клетки, то выявляемость, естественно, достаточно значительная. Конечно, даже в обычное время не всегда хватало высококвалифицированных кадров, но опыт первой волны показал, как правильно регулировать процесс распределения кадров, и это дает свои положительные результаты. В составе кадров нашего госпиталя имеются специалисты соответствующих профилей, в том числе кардиологи, неврологи, хирурги. То есть это те основные специальности, пульмонологи, естественно, само собой. Те основные специальности, по которым и идет вопрос лечения, сопутствующие патологии. Не только основные, но и сопутствующие патологии. Поэтому в этой ситуации больные оказываются достаточно в такой контролируемой ситуации, когда сопутствующая патология вся находится под контролем у врачей. Несмотря на принимаемые меры системой здравоохранения, главной защитой от COVID-19 является личная ответственность граждан и соблюдение всех рекомендаций Министерства здравоохранения. Руслан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.